ну что мои хорошие вот сидят надулись мама их отругала у меня в плейлист уйдет длинное разговорные видео на эту тему а то что сейчас естественно комментарии будут отключены под этим видео поэтому если у кого-то будут комментарии пожалуйста заходите в то и оставляйте а сейчас вы поймете о чем речь в общем соседка мне бабушка валя сказала что мои замечены были в чем вы были замечены что вы делали у кого вы их просили а еще у кого просили ну а мимо бабушки проходит вы у них тоже просили конфетки вас просили у тех кто мимо проходит точно не просили ну вообще-то я привыкла как бы детям верить но я не знаю взрослые вы говорят что мимо у нас мимо нашего дома теперь стали ходить дачники в огороды и кто-то им угощает их конфетками и вот вместе с ними гуляла еще лерочка не наша лера лерочка маленькая соседских соседская девочка да и она подожди его и она пришла к бабушке сказала у меня теперь такие клевые друзья они умеют попрошайничать в общем вот так вот было сказано а мне это все передали потому что у нас есть с бабушкой валя у нас есть хороший договор между нами что если что-то происходит она мне просто честно об этом говорит если они там хулиганит или что ничего и кобильцы за пазуха не тая и вот мы разбор полетов у нас потому что одно дело у бабушки вали попросить конфетку а другое дело у прохожего да и вообще вы же знаете что не все конфеты вам можно какие вам конфеты нельзя правильно потому что там и леденечки потому что там красители у вас аллергия на красители это мне потом с вами опять в больницу ездить и лечить вас лекарства покупать вот вместо того чтобы вкусное что-то купить приходится вам лекарство покупать в общем вот так вот у нас такая ситуация но факт того что действительно стали мимо дома ходить посторонние люди они останавливаются заговаривают с детьми начинают разговаривать егор подожди ты со своими штанами что ты тут завязываешь егор потом завяжешь чудо голод повесил в общем мы решили что пока они у меня за воротами гулять не будут потому что неизвестно какие люди там ходят постоянно с ними находиться я тоже не могу им не по три годика чтобы я около них сидела и колясочку им катала они все-таки у меня будущие первоклассники и гуляют они на такую улицу на закрытая машина раньше не ездили по нашей улице сейчас стали еще и машины проезжать у нас нет асфальта чтобы ездили чужие машины своих у нас тут внутри машины что ли все больше ни у кого нет улица маленькая короткая стали вот чужие появляться в общем вот такая нас грустная история я когда их ругаю я вспоминаю фильм на холюнок помнишь я тебе показывала помнишь да вот дедуля выпадут у тебя зубы я тебе жевать не буду что вот все мы уже зубы заговариваем все в истории уйдет они даже они даже не поняли жанна сядь нормально они даже не поняли за что их ругают вообще не поняли потому что как бы нет такого что действительно они ходят и голодные попрошайничают